У нас сегодня мы проскакиваем через еще один большой кусок, грубо говоря, первого курса, потому что сам по себе этот кусок, он занимает целый семестр, и когда я работал с дедишками первокурсниками во втором семестре, там все равно приходилось всем напоминать такие простые вещи, как система исчисления, битики, вот это все. Проблема стоит в том, что они только что это выучили, или прямо сейчас это выучат, или не учат. А сама программа рассчитана таким образом, что они это как бы знают. Вот наш спецкурс рассчитан таким образом, что мы это как бы знаем. Поэтому я не буду останавливаться на таких подробностях, как перевод из одной системы исчисления в другую, взаимодействие между шестнадцатеричной и двоичной системами исчисления, ну потому что будем считать, что это все и так известно. Мы сегодня будем говорить уже, собственно, про архитектуру НИМС. Какое-то подобие истории того, как вообще развивалась эта технология, я рассказал в конце прошлой лекции, мне не очень хочется повторяться, потому что, ну, это, в общем, дело вполне себе обычное, за исключением, быть может, одной мысли, которую я хотел в прошлый раз высказать, и сейчас выскажу. Вот, я имел в виду вот это. Значит, и сейчас я вам скажу, а именно, что архитектура НИМС была разработана ее авторами в первую очередь из соображений придумать такой процессор, который бы, ну или такую систему команд и дальнейшую архитектуру ВМ, которую можно на эту систему команд навесить. который можно было бы, с одной стороны, очень эффективно реализовывать в железе, ну, собственно, в этом и была задача. То есть они разрабатывали, собственно, процессор со стороны железа. Вплоть до экономии, там, ну, буквально, не знаю, там, срабатывания триггеров на уровне элементной базы. Количество срабатывания, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы сама система команд была достаточной для того, чтобы на ней описать систему общего назначения, ну, то есть, чтобы на этом ассемблере можно было программировать вообще, чтобы он был постижим, а не представлял собой кучу непонятно чего. Вот. Ну, когда это все начиналось, это чуть ли не 79-й год, вот, самое-самое начало исследований в этой области, они все такие были более-менее, эти идеи, да, вот, давайте сделаем процессор для людей. Напоминаю, что вот эти ребята Паттерсонса, товарищи Хеннесси, стояли также у истоков идеологии и подхода, который называется риск, да, Reduced Instructions and Set Computing, вот. Сама идеология как раз в том и состояла, чтобы не использовать команд, которые сложно и медленно, не реализовывать на уровне аппаратным команд, которые сложно и медленно будут выполняться железом, вот. А вот только те команды, которые достаточно эффективны, из соображений, что все остальное программист напишет сам так, как ему это выгодно, особенно если он, во-первых, знает в точности, как работает то железо, на котором программируют, не просто систему команд, а как вообще там, значит, вот, все происходит. И, во-вторых, понимает, какой из алгоритмов реализации вот этих сложных вещей, ну, например, умножения или там чего-то еще более сложного, ему подходит для его задач более оптимально. И может его, соответственно, пользуясь первым знанием, еще и как-то оптимизировать. Вот. Итак, принцип отсутствия вычислительно сложных инструкций, да, в том числе отсутствия в архитектуре самого процессора и того, что с ним связано, каких-то повседневных частых действий, которые тоже будут приводить к вычислительно сложным операциям. Ну, например, требование фиксированного машинного слова, чтобы каждая команда занимала ровно одну ячейку размером, ну, скажем, в случае MIPS 32 бита. Вот. А в случае MIPS 64, 64, да, я понимаю. Наверное. Вот. Не знаю. Потому что просто так проще потом сделать железяку, которая будет работать, да. Эта железяка, операция выборки очередной команды в такой железяке будет крайне простая. Мы берем некий адрес в памяти, вынимаем оттуда 32 бита, и это наша команда. По сравнению с этим, допустим, архитектуры, в которых длина команд переменная, инструкций, не могут за один проход взять и вынуть всю команду из памяти. Им придется взять сначала какой-то кусок. Этот кусок будет означать, что у нас код команды такой-то и флаги относительно того, какие типы параметров у этой команды такие-то, а потом выбирать из памяти, добирать из памяти все нужные параметры. Или читать сразу большой кусок и потом жевать. Ну, короче говоря, это действие будет усложнено. В отличие от архитектур, которые ведут свое начало в ранних 80-х, где экономили все-все-все, каждый ключ, каждый триггер экономился, принцип разработки риска архитектуры состоит в том, что быстрой памяти, которая регистрована, должно быть достаточно для того, чтобы организовывать большую часть вычислений. Понятное дело, что на каждое количество, фиксированное количество регистров найдется алгоритм, которых потребует еще больше, но какое-то мыслимое количество для того, для тех видов алгоритмов, которые предполагается реализовывать на компьютерах общего назначения, какое-то мыслимое количество нужно предусмотреть. И если в начале разработки МИЦА, в конце 70-х, начале 80-х, в современных процессорах был один регистр, он же аккумулятор, три, четыре, то в архитектуре МИПС-32 их было сразу 32. Понятное дело, что когда у вас 32 регистра общего назначения, это, с одной стороны, никак не влияет на быстродействие, медленнее они от этого не становятся, с другой стороны, это позволяет вам планировать ваши вычисления таким образом, чтобы они вообще все шли на регистрах, а с памятью мы работали только в случае, когда нам надо что-то загрузить из памяти или выгрузить обратно в память. И из этого, кстати, это, кстати, следующее свойство, которое обычно соблюдается в риск-архитектурах. Память считается медленным устройством, а это правда. Было бы у нас время, у меня вот в большом курсе была целая лекция посвящена этому, правда не очень толковая, но все-таки. Чисто из исторических, историко-материальных, я бы сказал, соображений, той памяти, которой должны быть гигабайты, она не может быть устроена так, как устроена память на процессоре, потому что она бы тогда гигаватты выжирала, ну или не гигаватты, а мегаватты, не знаю. Там очень большое энергопотребление, там очень большая стоимость, ну короче, нет. Но какое-то количество памяти, небольшое, какое-то количество регистров есть на процессоре, и для того, чтобы результирующий код получился эффективным, эффективным не потому, что мы наняли мегапрограммиста, который точно знает, что можно делать, а что нельзя, а потому что просто нельзя. Нет операций неэффективных, смотри пункт первого. Вот. Именно для этого обычно в рисках архитектуры ограничиваются командами загрузки из памяти, выгрузки в память, а вся вычислительная штука происходит на регистре. С этим связан еще один интересный момент, которым мы подберемся, как я понимаю, несколько позже. Это такой момент, что ваше вычисление, не так, саму архитектуру процессора можно, исходя из того, что у вас работа с памятью только на подгрузить и выгрузить, саму архитектуру процессора можно слегка изменить таким образом, чтобы исполнение одной команды было эффективным, несмотря на то, несмотря на то, работает она с памятью или нет. То есть мы по определению считаем, что команды, работающие с памятью, малоэффективны, потому что они зависают на это, и раз это так, они будут выполняться медленно, а вот программы, работающие, команды, работающие только на регистрах, будут выполняться быстро. Тут я уже немножко вдаюсь в область предположений. То, что я сейчас скажу, это скорее следствие моего собственного изучения МИПСового ассемблера. Но с моей точки зрения особенность МИПСа как риск архитектуры, она даже не только в аппаратной специфике того, как именно все это сделано, она еще и в подходе, скажем так, для кого все это сделано. Сейчас я поясню свои слова. Но сначала чисто формальные описания. Значит, архитектура МИПС принципиально трехадресная. Помните, мы в прошлый раз говорили, чем удобно и неудобно трехадресность, двухадресность. Создатели МИПС посчитали, что экономить лишние несколько битов ради того, чтобы, вроде так, жертвуя прозрачностью трехадресной архитектуры, это нехорошо. Двухадресная архитектура действительно более экономична в смысле кодирования. Мы говорили о том, что любое арифметическое вычисление длинное – это, как правило, увеличение, в смысле, домножение, да, то есть там в действительности не три операнта, а два. Но более важные операции, например, операции перехода и всякие другие, которые требуют одновременно трех операндов, перестают быть атомарными в двухадресной архитектуре, и это неудобно. Кроме того, действительность, действительная растрата памяти в трехадресной архитектуре происходит только тогда, когда у вас есть возможность работать сразу с памятью, вот тогда действительно у вас приходится один адрес бухать в ячейку, другой и третий. Вот. Вот если бы в MIPS вообще было так возможно, то, конечно же, мы не смогли бы запихать одну команду, в одну команду в 32 бита сразу три адреса операндов памяти. Но нет, мы с вами уже договорились, что ограничение по памяти, по работе с памятью только на загрузку-выгрузку. А трехадресная операция, команда с регистрами, регистров там всего 32, это сколько битов? Пять. Вот кто-то говорит, пять. Понятно. Поскольку это всего пять битов, нам на нашего 32-разрядного машинного слова вполне хватит для того, чтобы запихать туда три операнды. Да? Вообще, понятие адресность, мы вот тут с Алексеем Николаевичем поговорили немножко, с Александром, понятие адресность довольно странное, похоже, это не очень аккуратный перевод с английского, слово addressing по-английски означает не использование адреса, а отсылка, да, референция. Вот. Когда мы говорим, что архитектура MIPS трехадресная, мы на самом деле говорим, что она трехоперандная. То, что там в операнде лежит, ну, например, номер регистра, это можно посчитать адресом или нельзя? Будем считать это адресом. А если там вообще лежит не номер регистра, а небольшое число, это адрес или как? Вот. С точки зрения формальной, это не адрес, это число такое. Вот. То есть мы, когда говорим прибавить, вот в команде пишем прибавить 10 к регистру, это 10 лежит прямо там, да, это не адрес. Но с точки зрения понятия адресинг, да, референция, это вполне себе референция непосредственная. Михаил? Ну, хорошо, спасибо. Значит, я помню, что не записывается это на этот самый, на аудио, поэтому я повторю. Михаил говорит, что в случае номера регистров, это, конечно, адрес, просто из другого адресного пространства. Вот. Но в данном случае я всего лишь хочу указать на тот факт, что когда мы говорим про какую-то адресность, мы говорим про количество референций, про количество ссылок на. Вот. А как устроена эта ссылка, это другой разговор. Просто у нас будет понятие непосредственная адресация, которая в действительности будет означать как раз ссылку на оперант, который непосредственно лежит в команде. Вот. Еще одна архитектурная особенность, которая в ранних миксах соблюдалась, сейчас кажется отключаемой, это разделение памяти команды, памяти данных. Вот. Отсылка с так называемой гармурской архитектурой. Вот. Опять же, мы тут спорили, является ли это противоречием с архитектурой Фоннем или не является. Мне кажется, что с точки зрения мировой гармонии это небольшая разница, потому что способ адресации тот же самый, а реальная железка та же самая, где лежат данные, где лежат команды. И только на уровне понимания того, где что, и только на уровне понимания того, где что, на уровне разделения, на уровне запрета доступа, это все-таки памяти разные. Михаил. И тем не менее, Михаил напоминает о том, что если у нас запрет на запись в область данных… Михаил. 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 Это вообще штука, которую последние несколько десятилетий программисты избегают. Вот. Потому что все наши оптимизации, которые там под капотом у того же Intel, работать просто не будут, если будут практиковать самометифицировщику. Михаил. Так что… А с точки зрения именно совсем аппарата, с точки зрения какие микросхемы используются под то и под другое, разумеется, это память однородная. Да, память команд и память данных одна и та. Всем понятно, что такое самомодифицирующийся код. Кажется, был на первом курсе такой примерец, когда мы пишем прямо в ячейку, которую потом исполняем. Вот тут уже, да. Значит, еще одно замечание, которое я вынужден сейчас повесить в воздухе, а объяснить несколько позже, это тот факт, что сама система команд МИПСа и некоторые особенности этой системы команд, то есть что можно, что нельзя и как оно выполняется, оптимизированы под конвейеризацию инструкций. Вот. Возможно, мы об этом поговорим прямо сегодня, о том, почему, откуда возникает конвейеризация, а вот как она устроена, мы поговорим попозже. Вот. Значит, что еще у меня в архитектуре МИПС показалось характерным, хотя не знаю, насколько это принципиальная позиция. программа. Например, в описании ассемблера МИПС и вообще в практике программирования МИПС используется термин псевдоинструкция. Псевдоинструкция – это такая команда ассемблера, для которой нету специально выделенного кода операции, специально выделенной инструкции, а она транслируется во что-то иное. Например, вместо того, чтобы загружать ноль в регистр, вы просто ксорите его самим собой. Делаете ксор R1, R1, положите в R1 и получаете ноль в регистре. На самом деле нет, для этого в МИПС вообще существует R0, если не ошибаюсь. В МИПС есть регистр ноль, в котором всегда лежит ноль, очень удобно. Идея вам понятна, что естественное действие для программиста написать в коде на ассемблере, на языке ассемблера, положить в регистр нолик, но в бинарном коде там будет лежать команда, которая приводит к тому, что в регистре появляется нолик. Но, возможно, довольно не сразу понятная. Идея состоит в чем? И это, похоже, принципиальная позиция тех людей, которые разрабатывали уже ассемблер. Что ассемблер нюпсовый, программисту должно быть читать и писать удобно. Не надо его заставлять использовать вот эти вот странные команды, приводящие к появлению нолика в регистре. Пускай в ассемблере будет команда семантически, с точки зрения смысла происходящего, соответствующая положению нолика в регистре. А вот в системе команды, то есть в том бинарном коде, который будет впоследствии исполняться, такой выделенной команды не будет. Вместо нее будет что-то. Насколько мипсовый ассемблер удобен для чтения и написания, настолько же бинарный код мипсовый неудобен для чтения глазами. То есть глядя на команду мипсового ассемблера, глядя на шестеричную ячейку, содержащую мипс команду, вы с очень большой вероятностью не скажете, что она делает. Допустим, я уже приводил в пример архитектуру PDP11, где можно было глядя на память, содержащую инструкцию PDP11, сказать, что они делают. Потому что там четко было специфицировано код операции, первый операция, второй операция. В мипсе мы сейчас это увидим. Они, конечно же, четко специфицированы, но они напилены не по границам байта и даже не по границам шестеричной цифры, а по границам по 5 битов, например. Вот на регистр уходит 5 битов. Это значит, что если вы не используете 32-личную систему счисления, то у вас не очень хорошо получится записать команду так, чтобы у вас в одной циферке был один номер регистр, а в другой циферке другой номер регистр. Это все перемешивается, мы это сейчас увидим. Еще одна особенность архитектуры MIPS, которую я решил отметить, вот рассказать сегодня, что понятие исключения, вот когда вы там выполняете нелегальную инструкцию, например, или ходите к неправильной памяти. Ну все знают, что в ассемблере вы пишете программу, делите на ноль фига, поведите на ноль, все смоленится. Так вот, понятие исключения с точки зрения архитектуры MIPS – это штатное состояние процессора, и соответствующие обработчики исключений – это, в общем, задача программиста или компилятора, если вы компилируете не с языка ассемблера. В частности, мы это сегодня увидим, я надеюсь, есть банальная команда сложения, если она приводит к переполнению, она вызывает исключения. И вы должны это исключение обработать, понять, что произошло переполнение и сложение, что же там такое и сделать перенос. Как здесь не написано, но как я уже говорил, в процессоре MIPS так называемые флаги, по крайней мере, флаги обычные, да, общего назначения – переполнение, отрицательное, и все остальное. Регистр флагов недоступен. Этих флагов вы не можете получить. Все это получается само собой, потому что большая часть операций, которую вы используете, она в трехадресных инструкциях не нужна. Соответственно, регистр флагов, да, с точки зрения, уже если хочется заглянуть глубоко под капот и начать перебирать микросхемки, вы не найдете регистр флагов. По той же самой причине. Потому что эти атомарные операции, они и так хорошо работают. Иван? Да, да, и это позволяет быстрее считать. Смотри пункт, пункт не помню какой, да, оптимизация под, вот, быстрый расчет. Вот. Так. Ну, давайте заглянем туда. Вот я в прошлый раз показывал вот эту картинку. Вот она. То есть, как я уже говорил, как я уже говорил, размер ячейки в архитектуре MIPS 32 32 бита. Да. Да, вот он. И, собственно, вот сейчас покажу. Вот он. Видите? Пишется. Спасибо. Спасибо вам. Вот. Даже могу еще погромче сделать. Во. Значит, 32-разрядное машинное слово. Как полагается любому машинному слову, оно состоит из кода операций и оперантов. Как полагается любому машинному слову, в архитектурах с фиксированным размером инструкции, мы всегда знаем, в каких битах чего лежит. Фактически, у нас есть только три возможных способа раскладывания операндов по битам нашего машинного сфиксированному слову. Значит, операция типа регистр, в которой вообще не работает оперативная память, а работает только с регистрами. Значит, код операции, один оперант регистр 5 битов, другой, третий, ну, source, target, destination, да. Дополнительное поле в конце, в начале, дополнительное поле для инструкций, ну, инструкций на самом деле больше, чем 64 штуки, их несколько больше может быть, да. И для того, чтобы реализовать инструкции, у которых код операции один и тот же, но они делают немножко разные, используется вот это поле function. Вот. И еще есть отдельное маленькое поле, которое используется в основном в операциях по битам сдвигу регистров. Когда вы говорите сдвинуть регистр на столько-то битов, вам нужно место, где вы указываете на сколько, и вот это место, это отдельное поле. Отдельное поле вот здесь. Вот. Понятно, что 5 битов достаточно, потому что количество битов может быть больше, чем 32. Вот здесь как раз хорошо видно, что даже на таком уровне это одного машинного слова на 32 разряда слишком много, да, потому что мы могли бы не использовать, например, вот это вот поле function, да, и не страдать от этого, а использовать его только тогда, когда нам возникает специальная операция, у которой, значит, не только код операции, но и какой-то код функции тоже отличается. Да. Мы можем вообще воспринимать вот эти два поля, код операции и поле funct, как одно большое, один большой код операции размером 12 битов. Вот. Тем не менее, ну, понятно, что гораздо удобнее этим всем пользоваться, когда битву ровно 32, и вот one, one, пожалуйста. Соответственно, если мы увидим шестнадцатеричное число, которое содержит команду типа R, мы, конечно, сильно запутаемся, потому что ни одно из этих полей не кратно, количество битов в нем не кратно четырем. Вот. Возможно, для цели непонятно только, кого мы собираемся таким образом обучать, но для обучающей цели можно представить содержимое команды типа R в виде раз, два, три, четыре, пять, шести цифр, да, в шестнадцатеричной системе счисления. Нет, это плохо. Ну, хорошо, понятно, шести чисел, да, каждая чиселка отдельно. Но нет, мы будем видеть ячейку, в ячейке мы будем видеть шестнадцатеричное представление двоичного вот этого линеечки, и там в уме придется делать разбивку по полям. Не пройдет, да, там и шесть битов, и пять, ну, короче, застрелиться. Мы, кстати, попробуем это сделать. Не серьезно застрелиться, а в смысле декодировать команду. Вот. Следующий тип операции, так называемый immediate, это ситуация, когда у нас шестнадцать битов, то есть половина машинного слова ровно, отведены под некоторое число, которое играет роль числа. То есть мы говорим, положить в регистр какой-нибудь сорок, и это число сорок записано вот здесь. Относительно небольшое, да, которое влезает в шестнадцать битов. Если оно беззнаковое, то до шесть, пять, шесть, пять, тогда от минус три, два, семь, шесть, восемь до плюс три, два, семь, шесть, семь. По-моему, это зависит от вас. Какая разница, знаковая или беззнаковая, если операция положить? А, он будет распространяться туда, то есть оно таки знаковое. Спасибо, Михаил. Вот, значит, соответственно, у нас осталось всего шестнадцать битов на то, чтобы закодировать туда код операции два регистра, вот они там и есть. Интересный вопрос, зачем такой операции два регистра? Увидим. Наконец, операция типа Jump, типа G, которая состоит ровно из двух частей. Шесть битов – это код операции, и оставшиеся, сколько там, двадцать шесть – это адрес. Ну, или неважно, большое число. Достаточно большое. Двадцать шесть битов для тридцать двухразрядных сектур, достаточно большое число. В действительности оно используется исключительно для команд перехода по памяти, которая принадлежит коду. Вот. В действительности оно еще больше, это число, потому что, поскольку у нас четкое деление, у нас машинное слово состоит из тридцати двух битов, то есть из четырех байтов, понятное дело, что указывать адрес вот здесь вот с двумя финальными ноликами в двоичном представлении смысла нет никакого. Поэтому на самом деле мы указываем здесь двадцать шесть битов плюс еще два бита, в которых мы и так знаем, что записан ноль. Непонятно. Поскольку здесь стоит адрес, это адрес ячейки. Адрес ячейки, естественно, в байтах должен быть. Но если адрес ячейки в байтах, то адрес первой ячейки – ноль, адрес следующей ячейки – восемь, адрес следующей ячейки – шестнадцать и так дальше. Какой бы мы адрес ни взяли, в двоичном представлении в конце у него будет стоять два нуля. Поэтому эти два нуля просто не пишутся, они вот здесь находятся. А все остальное, значащая часть адреса записывается в вот эти двадцать шесть битов. Все. Любая команда МИМСА может быть разжевана одним из этих способов и про каждую команду известно, какого она типа. вот. Так, ну тут таблички страшные, какие бывают команды. Я, наверное, за неимением времени не буду их вслух читать. Вот. Давайте посмотрим, что у меня в планах. В планах было их читать вслух или не было? Было. А, нет, не было, но было. Так, это я сказал. Знаково безнаково арифметика. Очень хорошо. Значит, давайте тогда пробежимся по ним бегом, по этим командочкам, чтобы не читать их вслух. Очевидно, что основная задача процессора – это вычислять. Соответственно, арифмити и арифметические операции как бы занимают изрядную часть любой instruction set, в том числе и системы команды. Вот есть командочка сложение со знаком, сложение без знаков. Вычитание со знаком, вычитание без знаков. Все это очень круто. Ну, с точки зрения МИПСа, знаковая и безнаковая операция отличаются не тем, чем вы думали. А вот этим. Я думаю, все из нас знают, что знаковая и безнаковая операция сложения и умножения со знаком и без знака ничем не отличается с точки зрения, собственно, железа. Ну, вы складываете два числа? Какая разница, там вот эта единичка в конце, она означает минус и, соответственно, у вас дополнительный код? Или она означает еще одну единичку? Разница только одна – произойдет тут переполнение или не произойдет? Да, мы выйдем за границы этого числа или не выйдем? Ну, так вот, с точки зрения МИПСа, если вы используете операцию сложения просто, то в случае, если переполнение произошло, возникнет исключение, которое нужно будет обработать в специальном месте. И что-то с этим переносом, с этим переполнением сделать. А если вы используете сложение без знака, то у вас просто все сложится и ничего не произойдет. Все будет продолжать дальше. Если у вас ячейка переполнена, то сами себе злобные буратины. Это понятно? Вот такая тонкость, да? Что это не то же самое, что обычный знаковый без знаковый. Мы не работаем с какими-то специальными типами данных – знаковый или беззнаковый. В данном случае мы просто… Результат умножения учитывает, что был какой-то знак… Результат сложения учитывает, что был какой-то знак или не учитывает, что был какой-то знак. И учитывает он таким образом, что бросает так называемые исключения. Про исключения мы поговорим, но не сегодня. Для примера есть команда addd. В команде addd у нас есть регистр куда класть, регистр откуда брать и регистр чего добавлять. Мы добавляем к rsrt и кладем в rd. Традиционно у нас destination первый, source второй и target третий. destination – то куда класть, source – то откуда брать, target – если есть третий оперант, он находится в поле target. Это, кстати, я забыл сказать, давайте это запомним. В мипсовом ассемблере, значит, вначале куда, потом откуда, а потом что. Вот. И это была команда типа какого, кстати? С тремя регистрами. Вот из этих типов какой это был тип? Громче. r, спасибо. Все правильно. А вот эта команда какого типа, как вы думаете, есть тут написано im, im? Это команда типа i, imidia. Вот последний ее оперант – это небольшое число. То есть мы можем взять и добавить к регистру s небольшое число и поместить результат в регистр r. Небольшое – это значит от минус 32 тысяч до плюс 32 тысяч. Нормальное небольшое число. Нам, ну, скажем, если мы считаем яблоки, нам хватит. Наверное. Вот. Такая же ерунда у нас с вычитанием. Вот. За исключением того, что, как я вижу, нет команды вычитания типа i, наверное, это будет сложение с числом минус i, мне кажется. Вот. А вот что касается умножения и деления, тут ситуация немножко другая. С умножением есть две проблемы. Кто какую проблему с умножением знает? Три, на самом деле. Первая проблема – умножение – это долгая операция, она работает отнюдь не так быстро, как сложение. Но это ладно, пускай. Раньше в МИПСе даже умножения не было. Предполагалось, что программист сам запрограммирует. Потом подумали, решили, ну что поделать, давайте сделаем. Какие еще проблемы с умножением? Что там со знаковостью в умножении, кто помнит? Знак в умножении важен. В отличие от операции сложения и вычитания, где нам совершенно все равно был знак или нет, мы прямо работаем с дополнительным кодом, а нам хорошо. В случае умножения мы должны знать, какой знак был у числа одного, какой знак был у числа другого, потому что отрицательный умноженный на положительное дает отрицательное, отрицательный умноженный на отрицательное дает положительное, вот это все. Поэтому операции умножения со знаковым и беззнаков ведут себя ровно так, как мы от них ожидаем. При умножении двух чисел с беззнаковым они считаются беззнаковыми, получается число беззнаковое. При умножении двух чисел с знаковыми они считаются знаками, соответственно, знак вычисляется. Так. Слишком быстро говорю, да? Смотрите. Если мы взяли число в дополнительном коде, сложили с числом в дополнительном коде. Это были такие длинные ряды единичек, там, минус 10 с минус 20 у сложения. Это были такие длинные ряды единичек, вот. Но то, что мы их складывали, то, что они интерпретировались как отрицательные, там, 1, 1, 1, и в конце все-то такое 0, 1, 0, да? То, что они интерпретировались как отрицательные, никак не повлияло на операцию сложения. У нас опять получился длинный ряд единичек, когда мы минус 10 с минус 20 сложили. Вот. И всем хорошо. что знаковость числа при сложении и вычитании никакой роли не играет до тех пор, пока мы не заморачиваемся с переносом. А вот если мы умножили минус 10 на минус 20, то очень важно знать, что это было минус 10 и минус 20, а не 3, 2, 7, 5, 8 и 3, 2, 7, 4, 8. Потому что результат примножения на 3, 2, 7, 5, 8 на 3, 2, 7, 4, 8 совсем не такой, как результат примножения минус 20 на минус 10. Я понятно объясняю? Вот. И еще одна проблема с умножением. Скажем так, какая может быть проблема с умножением 2-32-разрядных чисел? Да, если мы говорим, что числа прям вот любые 32-разрядные, с вероятностью примерно 1-2, у нас получится 64-разрядное число. Вот. Я не соврал, примерно 1-2. Ну, видимо, да. Видимо, да, степень двойки другая. Вот. Соответственно, поскольку это происходит гораздо чаще, чем при сложении, и поскольку у вас переполнение это не один бит, а прям вот целый кусок, в большинстве архитектур, в минусе в том числе, предприняты некоторые действия, чтобы вот эта старшая половина, когда вы перемножили два больших числа, и получилась очень большая, куда-то тоже попадала. В частности, в МИПСе, недолго думая, придумали два регистра, хай и ло, вот, в которые попадает результат умножения внезапно. Обратите внимание, что умножение, оно у нас не трехоперантное, а двухоперантное. Третий оперант не используется. Source, target есть, destination нету, потому что destination всегда один и тот же, пар, хай и ло. Это как раз следствие того, что изначально МИПС вообще разрабатывался без операции умножения и деления, потому что они медлены. Вот. Соответственно, для того, чтобы помножить на МИПСе, вы должны помножить два числа, это все попадает в хай и ло, вы должны определиться, например, с тем, что делать с старшей половиной. Потому что фактически у вас получилось два числа, с которыми 32-разрядные команды уже просто так работать не могут. Вы должны сами определиться, что будете с этим дальше делать. Это вообще очень МИПСовый подход. Мы реализовали все очень эффективно, дальше сами разбирайтесь. Вот. Вот у вас есть два регистра хай и ло, значит, это читается как move from high, а это move from low. Вот. С этими регистриями можно немножко поизвращаться, то есть можно взять и... Какие-то более сложные операции. Видите, как происходит? Домножить и сложить. Домножить и вычесть. Видите? Ну, в самом деле, если у нас все равно есть два регистра, почему бы не заимплеметить вот такую более сложную операцию, которая с точки зрения вычислительной будет стоить нам ровно столько. Там были раньше нули, а теперь там будут не нули, теперь там будет изначальное значение какое-то лоха. И мы их вычтем по ходу. Или сложим по ходу. Вот. Никогда я в жизни не пользовался этими операциями. А вот этим, разумеется, пользовался чем еще. Вот. Помните, я говорил, что в МИПСе нету регистра флагов, а Михаил уточнял, что его вообще даже с точки зрения аппаратуры нет. Тем не менее, иногда бывает нужно производить так называемые условные операции. Вот. В частности, условная пересылка по... Что там? Ну, по нулю, не нулю. То есть, если у нас один регистр, который таргет равен нулю, то... А почему тут D в конце, кстати? Какая-то ошибка. Надо посмотреть. Должен быть... Достинейшн должен быть в начале. Если у нас таргет равен нулю, то сорс пересылается в дистинейшн, а если не равен, то не пересылается. Короче говоря, некие условные операции, которые будут производиться... Пересыл, который будет производиться, сообразно значению регистра. Регистра, вот, кстати, это надо записать. Слушайте. Кто тут конспект делает? Напишите, пожалуйста, что вот это может быть неправдой. Надо проверить. Ой, я знаю, я в домашней задании. Значит, более хитрые вещи, это такая... имитация регистра флагов, когда мы сравним два числа на меньшее, вот, и засовываем единичку в некий регистр, в случае, если это меньше произошло. Зачем это нужно? Честно говоря, я видел в каких-то... каких-то... в какой-то кодогенерации программы, написанной на C, инструкцию SLT я видел. В действительности, когда я сам писал на Assembler, не использовал никогда. Ну да, если нам нужно запомнить результат сравнения и потом когда-нибудь его вспомнить, да, вот в такой форме. Ну, видимо, да, в C мы этим очень часто пользуемся. Ну, по битву команды, я тут их перебирать не буду, все то же самое. Значит, boof end, да. условия на третьем месте, а не destination. Ну, это явная ошибка. Понятно. Мы уже договорились о том, что destination у нас на первом месте. Вот. Значит, ну, это по битве операции, все тут, в общем, понятно, за исключением того, что добрые мипсовики, например, реализовали иллине, который обычно не бывает, а иллине довольно часто, вот когда вы действительно делаете какие-то логические, ну, в смысле, побитые вычисления, это по битве операции, когда вы делаете какие-то побитые вычисления, иллине довольно часто встречающиеся еще штуки. Такая, или с точкой, которая на схемотехнике обозначается. Вот. Есть логический и арифметический сдвиг. Помните, чем отличается? Сохранением знака и без сохранения знака. Логический сдвиг вправо отдает нолик, а арифметический сдвиг справа дублирует знак. Влево, разумеется, никакого арифметического сдвига не бывает. Вот. Ага, вот это уже работа с памятью. Я сейчас посмотрю, у нас есть сегодня работа с памятью? Должна быть. Смотрите, я сейчас рассказываю про эти команды очень-очень быстро, просто для того, чтобы вы примерно себе представили, как это устроено. Все равно, когда мы будем делать домашние задания, я сейчас покажу, что нужно будет делать. Нужно будет открывать Марсик, в этом Марсе есть подсказочки, в этом Марсе есть хелпик, и в этом хелпике все написано за вас. Вы просто будете смотреть и делать. Вот. Я сейчас просматриваю так вот, с высоты птичьего полета эту самую систему команд, чтобы мы с вами почувствовали, каково это программировать, чем вы сможете пользоваться, чем не сможете пользоваться, когда программировать память. Помните, я обещал, что работа с памятью будет в НИПСе ограничиваться исключительно загрузкой и выгрузкой. Так оно и есть. Кстати, какого, как вы думаете, это типа команды? Это, кстати, интересный вопрос, сам не знаю. Вот команда лотбайт. Что значит лотбайт? Это значит, что у нас есть таргет регистр, у нас есть сос регистр, в котором лежит адрес, по которому что-то лежит, и еще есть некий офсет, который к этому адресу прибавляется. У меня есть на самом деле всего одна идея какой-то типа команды, никаких других быть вроде бы не может. Ну, давайте посмотрим. Да, очевидно и давайте посмотрим. Что там у нас было? Наверное, точка текста надо написать, да? Кто не помнит. лб, ну, допустим, там, не знаю, с0 минус 100, как было здесь написано, вот, с1. Это какие-то регистры. Про регистры мы сегодня поговорим не сегодня, хотя, может быть, и сегодня. Так, сохраним у вас что-нибудь? Ну, не знаю. А, ну, минус, да. Минус 100, понятно, вот мы тут. Ну, кстати, хорошо видно, что это команда типа и. Смотрите. Заодно, заодно, вот вам первая программа на Марсе. Запустил Марс? Программы на Марсе. Вот. Запустил Марс. В этом окошечке у нас программа на ассемблере. Вот. Точка текста директива, которая говорит о том, что сейчас начинается программа. Мне кажется, она не нужна, можно без нее. В смысле, она нужна, но можно без нее. Ну-ка. Сохранить. Обязательно, после того, как редактируете, записывайте эту программу в файл, иначе вот эта кнопочка не будет работать как надо. Да, все без нее работает. Вот. Значит, записываем ее в какой-то файл, нажимаем кнопочку сассемблировать, и у нас тут же возникает на экране окошечко с исходным кодом, в смысле, с бинарным кодом. Вот это уже плохо видно. Я старался, старался настроить шрифты, но вот эти шрифты мне не получилось изменить. Михаил, вот если вдруг вы знаете, было бы очень неплохо. То есть, ну, это вопрос к яви, но вот эти шрифты я, например, увеличил. Видите, они такие побольше стали. Вот. Вот. А эти вот, может быть, вопрос к исходному коду. Можно все пересобрать. Ну вот. Короче, если вам не видно, вам, может быть, не видно, тогда мы сделаем вот так. Вот. Теперь вам видно. Вот. Значит, что произошло? Во-первых, наша программа скомпилировалась и положилась в память с адреса 0x400000. Видите, да? Это же эстеричные 400000, разумеется. То есть, с точки зрения модели памяти, о которой мы будем говорить в следующий раз, область кода начинается всегда в той модели, которую мы сейчас используем, завсегда с адреса 400000. И первая программа находится в этом месте. Вот. В смысле, не первая, а первая инструкция, которая будет выполняться первой. А вот дальше идет слегка жутковатое шестеричное представление того, что мы только что написали. И глядя вот на эту картинку, ничего жутковатого на ней нет. Правильно? Глядя на эту вот картинку, мы можем сразу ее расшифровать. Вот на эту. Вот на эту. Давайте еще раз на нее посмотрим. Во-первых, тут явные следы минус 100. Видим, минус 100. FFFFF9C это дополнительный код к числу минус 100. Теперь относительно количества этих FFF. Вот здесь этих FFF довольно много, потому что это 32-разрядное число. Это такая попытка дезассимулировать наш только что сассимулированный код. Спасибо, Марс. А вот это вот собственно, содержимое нашей 32-разрядной ячейки. Мы тут совершенно явно наблюдаем 16 битов, в которых запихнуло число минус 100, а это означает, что у нас команда типа I. Вот она. Вот она. Вот она, минус 100. Здесь два регистра будут. Один из которых мы сможем вычленить более-менее, а второй не сможем, потому что по 5 битов нам придется резать это все. Но тем не менее, это оно. Раздвигать, да. Кстати, мы это будем делать в какой-то момент, по крайней мере, если нам хватит времени. Значит, какой здесь, сколько здесь? Да. Значит, первые 4 бита нолик, и тот 1 бит. Значит, 8 какой-то получается. Да? Это на самом деле R8. Вот тот S1 или S0, да? S2. Это R8. Нет? R8 это 0. Непросто. Я предупреждал, что читать бинарный код непросто. Давайте еще раз подумаем. Это формат машинного слова. Как не знаем, он с той стороны. Сейчас. Михаил, давайте не путать никого. если мы в этом сомневаемся, давайте это самое, давайте этот вариант, этот момент отложим. Вот. Но у меня здесь четкое ощущение, что так должно быть. Что я там написал-то? S0. S0, ну хорошо, давайте подводим с другой стороны. S0 это, извините, 16. Да? 16 бит. 16 регистр. 16 это единичка и три нуля. Ну, уже здесь единичка, три нуля. Хоть и все другое. Так. Помогайте. нет, 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 там ровно 16 битов. Вот нет. Давайте посмотрим. 3 нуля во втором бите, а втором бите, это парк, и все другое. Правильно, три нуля во втором бите, отлично, мы перестали тормозить, спасибо большое. Три нуля во втором бите, вот он, да? Да, 16, да, давайте посмотрим, что такое 16-ти речные 30, в конце концов. Это 4 нуля, да, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Какой вызов кубе? Это где-то такой. В смысле, обычный? То есть, не здесь. Да. Стандартный калькулятор, я знаю, как это называется. Называется Python. Нет, Python удобнее, у него есть двоичные числа. Окей. Ну, давайте посмотрим. Это принципиальный вопрос. Так, какое там число? Вот это вот. А, слушайте, вот недостаток Java в том, что это скопировать нельзя. Придется перебивать. 0x, что там? 2, 3, 0, ну и дальше минус 10 наши. FF, FF, FF9C. Так. О, Бин. считаем вот это она вот этот 3 наши вот это вот 30 вот вот это вот 0 3 вот эти 5 битов должны по идее обозначать на 16 регистр они это делают нет он вообще получается 32 до не знаю побоюсь что нет еще раз а это что это не 32 это 16 спасибо господи что-то у меня сегодня с тормозами просто конечно это 6 это 16 спасибо большое да сняли меня с ручника бывают ручные тормоза бывают дикие а там 17 вот эту в знаковом и такой операции вот короче все на все 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 норм зря мы так да потому что он типа и потому что операция типа и имеет знак она имеет в тридцать первом разрезе единичку вот так вот спасибо большое мы перестали тормозить это действительно 16 то есть это 16 регистр то есть вот регистр с 0 как и было сказано вот это действительно 17 то есть регистр то есть это с 1 как и было сказано обратите внимание что в бинарном коде они по-другому устроены не так как в асэмблере да это с 0 а это с 1 у нас здесь с 0 с 1 в таком порядке а в бинарном коде они наоборот поэтому мы запутались вот а в код операции код операции 0 лот но со знаком битом единичка в знак того что это не просто лода это лод с типа и миди возможно он который просто умов вот мы справились с этим надо только понимать что у нас смотрите здесь у нас сначала source потом target а здесь у нас сначала таргет потом сорт это нас запутали могу только напомнить что по моему по моему искреннему мнению разработчики мимс не предполагали что их бинарный код шестеричный будут читать нормальные люди вроде нас с вами вот они там сами наверное их умели читать а ну понятно без специальных приспособлений это сделать достаточно тяжело а есть когда нет не хочу пару недель заниматься ну да понятно проснулся поел и пошел заниматься самим позанимался сам пора к уже и так пару недель нет не хочу ну вот значит теперь относительно все так относительно вот этой штуки всем понятно что те при этом происходит мы берем адрес который лежит в регистре source по этому адресу ходим в память но не по нему а папа папа адресу с вот таким смещением то есть такая адресация всегда как бы косвенная понимаете помните что косвенная адресация когда у нас вместо адреса указано то место где лежит адрес в данном случае место где лежит адрес называется регистр и всякая операция по всякая операция по загрузке из памяти она по определению косвенно мы сначала должны в регистре сформировать адрес а потом сходить к памяти с папа определенным смещением смещение это то самое небольшое потому что 16 бит вот еще мы можем затолкать в регистр прямо немедленно прямо немедленно небольшое число причем специальная специальная команда лу и заталкивает эти 16 разрядов старшую половину регистр они в младшую мы с вами когда будем говорить про псевдоинструкцию увидим что это сплошь и рядом используется вот так вот такого рода команды ну потому что мы наверное будем хотеть написать в ассемблере пожалуйста мне положи в регистр вот такое здоровенное число адрес 32 разряда нет команды положить в регистр 32 разряда потому что эти 32 разряда надо сначала куда-то положить вот во что это раскрывается мы сейчас увидим ну вот в остальном все понятно теперь относительно команд переход чуть ли не единственная команда типа дже эта команда перейти на по адресу такому же или джиры тоже такая джиры тоже такая команда перехода и команда перехода с перехода с возврат она сохраняет адрес перехода в регистр вот значит как вы видели с вами сейчас мы найдем это как мы видели с вами команда перехода она по части адреса самая адресоемкая да там используется 26 бит на поле адреса а если учитывать тот факт что 2 бита мы всегда приплюсовываем в конец потому что адрес у нас всегда делится на 8 вот на 4 извините адрес всегда делится на 4 2 бит мы приплюсовываем в конец то можем считать что у нас адресное пространство занимает аж 28 битов то есть какая часть всей памяти вообще есть у нас 4 гигабайта то это от 4 гигабайтов 1 нет ни один меньше 112 мегабайт ну короче много то есть 6 здесь 6 но все равно много 256 мегабайтов вы можете написать программу на ассэмблере в которой понадобится переход на 256 мегабайтов вперед я нет я могу написать программу на питоне который сгенерирует такую программу на ассэмблере но ее фикс транслируешь потом нет не может а ну я да я знаю надо положить один кусочек кода в начало памяти другой в конец и перейти туда нет это нечестно это читаешь да такое обычное приключается что у нас нужна дырка а нужный код лежит в конце надо туда прыгнуть а потом понятно это к вопросу о том что юз кейзы когда это нужно перейти через 256 мегабайт понятно вот а вот программируя на ассэмблере руками да вы такую штуку не получим никогда вот обратите внимание что работа с памятью в случае мипса отдельно с байтами отдельно с полусловами то есть 16 битами и отдельно со словами то есть то есть 32 битами и адреса которые вы можете использовать во всех случаях должны быть кратными это так называемое выравнивание если вы адресуете к байку то есть если вы используете команду работы с байком то вы можете использовать любой адрес если вы используете команду работы с машинным с полусловом то есть с двумя байтами то что то ваш адрес должен быть кратным 2 а если вы работаете с используйте команду работы с машинным словом то бишь четырьмя байтами он должен быть кратен 4 в мне все нельзя положить 4 4 байтное данные по адресу не кратного 4 это довольно общее место называется выравнивание если кто из вас программировал на си что-то такое достаточно низкоуровневая то я думаю что количество грабель на который вы наступили при выравнивании несравнимы ни с чем разве что зелёде референс ну вот мы будем сейчас написать там с этим чуть проще но то же самое вот возвращаемся возвращаемся к команде типа команды перехода команды типа типа g единственное джамп и джамп с ретерном то есть переход на подпрограмму вот джамп с ретерном в смысле джамп просто переходит по соответствующему адресу а джамп с ретерном слушайте они не лезет там только адрес нету там религистра я соврал всегда а ну понятно да этот регистр пробит извините это про регистр всегда примет да это тот самый регистр который используется для да 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 это одно из немногих нарушения общее использование регистров у нас есть регистр r0 который значит всегда содержит ноль и регистр 31 последний который часто используется который используется для команд вот типа перейти на подпрограмму об этом поговорим когда будем говорить про подпрограммы давайте не заморачиваться сейчас вот что же касается команд условного перехода, то команды условного перехода имеют, разумеется, не тип G, там потому что нужно еще парочка регистров, а тип какой? Ну, сразу же видно. Из трех. R и G. Регистровый с маленьким целым, с большим целым. Ну, разумеется, I. Потому что у нас есть понятие offset. Вот в этом случае тут все регистры, регистры, регистры. Максимум, что мы можем задействовать, это вот эти вот 11 битов, но их всего 11. А вот команду типа I очень удобно использовать для команд условного перехода, потому что у нас будет код операции, два регистра, которые будут участвовать в условии, там, сравнить их на больше-меньше, ну, что-нибудь такое с ними сделать. И переход, это будет знаковое число, вперед или назад. 16 битов, это у нас 32768, я думаю, нам хватит. Вот в течение этого семестра мы точно не напишем программу, в которой потребуется переход дальше, чем на 32768, внимание, ячеек памяти, даже не байта. Потому что на команды перехода в эти действует такое же правило, как на команды перехода jump, а именно тот адрес, который мы указываем вот здесь, это адрес, кратный четырем. Это переход на ячейку номера, а ячейки у нас, как бы, четырех байт. Ну, зачем нам эти два нолька хранить, правильно? На инструкцию номер, да, 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 именно. Которые лежат подряд, и адрес которых всегда делится нечетно. Равно, не равно, больше, меньше, больше равно, меньше, равно, все, в общем, очевидно. Нулю. Обратите внимание, что среди этих инструкций нет инструкции сравнения двух регистров на больше-меньше. Есть равно, есть не равно, а вот больше-меньше по отношению к нулю. Почему так, не знаю. То есть это, похоже, вопрос эффективности реализации. Смотрите, когда, для того, чтобы сравнить на равно-не равно два регистра, достаточно просто пробежаться по битовой шкале, да, совпадает она или нет. Поксорить и получить ноль-не-ноль, грубо говоря. Для того, чтобы сравнить на ноль, больше-меньше нуля, достаточно посмотреть в знаковый бит. А вот если мы задумаем команду сравнить два регистра, одну команду, одну инструкцию машинную, сравнить два регистра и по результатам куда-то перейти, у нас бац, и выполняется два. Две операции мы сначала сравниваем. А что такое сравнение с точки зрения практически всех архитектур? Вычитание. То есть мы сначала вычесть, потом померить, а потом перейти. Это не по-мепсовому. Мы пытаемся затолкать в одну инструкцию сразу две. Так не делается. Вычитайте сами. Да, значит, вот Михаил говорит следующее, что поскольку у нас арифметическое устройство, арифметикологическое устройство одно, оно занимается сложением чисел, адресов, неважно чему, ему все равно, что складывать или вычитать. Или сравнивать с нулем, например. Соответственно, если у нас задача сравнить число с нулем, мы знаем, как это сделать. За один раз. Если у нас задача сравнить два числа на равенство, это все то же самое. А вот если задача сравнить два числа на больше и меньше, это две операции, а не одна. Сначала вычесть, потом сравнить. А мы этого делать не хотим. Мы не хотим выполнять две арифметические операции, потому что у нас нет двух лагерических устройств. Оно одно. Поэтому в системе команд у нас нет таких операций. Они есть псевдоинструкции, но они не атоматные. Так. На этом заканчивается лекция для первого семестра. Но поскольку у нас этих лекций в два раза меньше, то мы продолжим. Хотя я уже чувствую, что это самое. Напряжение такое влажно. Сейчас я посмотрю, что у нас в плане. В плане у нас на самом деле ничего. То есть фактически я хотел закончить прямо сейчас. Да, тут уже примеры. Уже примеры. И времени осталось 13 минут. Я очень хочу рассказать про псевдоинструкции. Это будет логично, мне кажется. Особенно если вы сейчас начнете самостоятельно что-то такое изучать, и у вас внезапно окажется, что программа, которая выглядит как пять инструкций на ассамблере, внезапно превращается в девять инструкций машинного кода. Поэтому давайте мы все-таки чуть-чуть продвинемся вперед, и заодно будет пример программы. Значит, давайте это уберем безобразие. Напишем что-то типа такого. Лот и мизит. Обратите внимание, он подсказывает, что это такое. Я им сказал ли, а он говорит, лот и мизит. Я нажал таб. А он теперь подсказывает, какие бывают лот и мизит операциями. Видите, у нас есть их три. Как вы думаете, почему их три, а не две? Чем отличается вторая инструкция от третьей? Там можно прощать, что написано, нет? Оно говорит, что инструкция типа два. Очень какой-то фиолетовый периодически. Да, там что-то болтается. Инструкция типа номер два – это загрузить 16-битное число, а инструкция номер три – это загрузить 32-битное число. Когда мы видим, что нам ассемблер разрешает загрузить в регистр 32-битное число, мы подозреваем, что его сначала куда-то засунут. Потому что у нас всего 32 разряда в команде. Давайте попробуем. Давайте попробуем и то, и другое. Например, допустим, в какой-нибудь регистр… Мы можем, кстати, писать R0 здесь, нет? Он умеет такой аннотации? Надо прямо именно регистр вписать. Ну, хорошо. Ну, да, в 0 не надо ничего загружать. Ничего хорошего не вызывает. Напоминаю, что регистр 0, он это… Содержит 0 всегда, не удаляем. Вот. Загружаем в регистр 1 число, ну, скажем, раз-два-три. Не нужно. Загружаем в регистр 2. Раз-два-три, раз-два-три. Мне кажется, этого достаточно. Сохраняем его в какую-нибудь другую. Вот так вот, допустим. Компилируем. О! Обратите внимание, что первая команда – это тоже псевдоинструкция. На самом деле мы добавили это число раз-два-три к регистру 0 и результат положили в регистр 1. Вот это то, о чем я говорил в начале лекции. Псевдоинструкции в МИПСе – это такой большой широкий шаг с распростертными объятиями навстречу программисту. Потому что если бы программист был вынужден писать в своей программе на ассемблере вот такой код, тут видно, что написано, нет? Сейчас покажу. Вот такую. Вот то, что выделено желтым. Вместо положить раз-два-три в регистр 1, то у него очень быстро бы развелось какое-нибудь психическое расстройство. Понимаете, да? Здесь написано «прибавить к нулевому регистру, где лежит 0, некое небольшое число, положить результат в 1». Ну, эй! Вот. Для этой цели, чтобы не мучить человека подобными… Чего? Я всегда так делаю. Ну, а теперь представьте себе, что надо написать большую программу на ассемблеров. И каждый раз вспоминать. Так, окей, такой инструкции нет, а что же там делают-то для того, чтобы это реализовать? Умножают что-ли на ноль или там… Я не помню. Вот. Так что спасибо миксовому ассемблеру, который при виде команды load-immediate взял и транслировал эту команду в команду add-du. Помните, что такое add-du? Добавить immediately unsigned. То есть добавить без возможности словить исключение. Вот. А вот вторая команда, вот эта, вот эта, которая load-immediately, но мы в регистр-2 пытаемся загрузить число больше, чем 16 бит. Чуть-чуть. Распалась на две. Наша псевдоинструкция раскрылась в две. Одна из них нам известная луи. Помните, что это такое? Загрузить старшую половину. Вот. То есть, что в этой старшей половине, какое число должно быть? 123 тысячи – это чуть-чуть больше, чем… Сейчас. 6, 5, 5, 3, 5. А следующее? Да. Ну, короче, 128 – что-то там такое. 6, 5, 130… Нет, 130… 130 с гаком. Короче, это меньше, чем 130. Так? И это значит, что в нашем числе 1, 2, 3, 0, 0, 0… Ну, кстати, где наш питончик-то, господи? Математики все в уме все делают. Да? Что там? Бин от 1, 2, 3, 0, 0, 0. Сколько там надо отрезать? 16? Да, вот так как-то. Вот она. И еще один битик остался в старшей половинке. Вот. Так что эта единичка, которая здесь написана, да? Это как раз тот самый битик, который остался в старшей половинке. И его надо туда положить в старшую половинку регистра. Оставшийся кусок, Е0, 78, надо положить в младшую половинку регистра, не трогая старшую. Как это сделать? Ну, просто вызвать логическое или. Ну, по битве, пардон, или, естественно. Таким образом, у нас довольно естественная команда, которая выглядит положить число 1, 2, 3, 3, 0 в регистр 2, на уровне, собственно, машинных инструкций превращается в тоже довольно естественную, но требующую слегка, как бы, немножко интеллекта, последовательность команд, а именно распилить 1, 2, 3, 0, 0 на две части. Вот они, эти две части. Младшая половина и вот эта старшая половина. Положить старшую половину в... Положить старшую половину в старшую часть регистра с помощью инструкции Луи. А младшую половину... Положить в младшую половину регистра, но при этом, чтобы старшая не потерлась, не положить, а использовать операцию по битву или. Понятное дело, что там, где нули останутся, останутся то, что было, а там, где, значит, вот. Такая вот история. С этим моментом понятно, да? Давайте теперь поговорим о том, как решать домашние задания. Я, правда, грешным делом не написал еще заявку об открытии контента в E-Junge, но мне кажется, что E-Junge нам пока не очень нужен. Все равно, в общем, программа либо работает, либо не работает у вас. Но, тем не менее, давайте поговорим о том, как писать домашние задания. Значит, домашние задания будут выглядеть чуть более хитро, чем то, что мы видим, для того, чтобы они проверялись в E-Junge. Значит, буквально, как только мне заведут контекст в E-Junge, я кину, на страничку положу ссылочку. Я надеюсь, что это произойдет быстро. Если не произойдет, значит, мы сдвинем домашнюю вперед. Вот. Домашние задания. Сейчас покажу, где-то тут был текст про то, какие должны быть домашние задания. Сейчас сделаем. Вот. Домашние задания у нас будут трех типов, и пока мы не поизучали всякий вот вывод, как он устроен в этом самом... А может быть, не надо вот этого извращения. Может, мы сразу как бы выучим системный вызов вывести число. Не будем мучиться. Ну, потому что, понятное дело, что когда мы, когда это первый, ну, второй семестр, там, конечно, очень важно не вводить лишних сущностей, чтобы людям мозги не полоскать. Давайте посмотрим, как выглядит полное домашнее задание. Ну, смотрите, да, для тех, кто уже учил, у кого уже был курс архитектуры воема языка Сэммлера, должно быть более-менее понятно, что здесь нарисовано. Для тех, кто этого не делал, понятно, не очень. Да, я сейчас приму решение какое-нибудь. И то, и другое мне не нравится. Собственно, это оно и есть. То есть, это вот эта система вызов для ввода, а вон тот, два системных вызова для вывода. Я вон тот, да, для разрешения программы, десятый. Просто с точки зрения первокурсника, да, это все шаманские действия. Окей, принимаю решение, забегаем вперед. Обратите внимание на то, что Марс, помимо всего прочего, обеспечивает нас очень простыми системными вызовами, для того, чтобы можно было просто ввести число, мне кажется, десятичное, сейчас посмотрим, и просто его вывести на экран. А, кстати, это можно проверить всегда. Для чего нам эмулятор? Нам эмулятор для того, чтобы эмулировать. Эмулировать. Жмяк. О, он что-то вводит. Тридцать четыре. Семьдесят восемь. Сто двенадцать. Десятичное. Вот. Значит, ну так вот, я говорил про три типа задачи. Мы будем решать один тип задачи. Мы будем вводить числа и выводить числа. Для того, чтобы ввести число, нужно вызвать системный вызов номер пять. Обратите внимание, что регистры в МИПСе могут нумероваться просто от нуля до тридцати одного, включительно, но они еще имеют свои собственные названия. Это связано с тем, что их много регистров, и у каждого из них собственное назначение. Об этом мы говорим ровно в следующий раз. Для того, чтобы ввести число, нужно в регистр, который называется В0, это регистр номер два. Положить число пять, это номер системного вызова. И вызову системный вызов. В результате этого в регистре В0 образуется результат, который вы ввели в ввод. Приезжает через тот же регистр В0. Следующей командой мы снова вводим число десятичное. Оно опять приезжает в регистр В0. Следующей командой мы добавляем содержимое В0 к содержимому Т0 и кладем это в регистр А0. И тут наступает время вывода чисел. Для того, чтобы вывести число, надо в регистр А0 положить число, а в регистр В0 положить единичку. Системный вызов номер один приводит к тому, что число, лежащее в регистре А0, выводится как целый десятичный. И, наконец, в конце программы вы должны вызвать десятый систем-кол. Это конец программы. Наверное, это стоит просто приплюсовать к конспекту нашего сегодняшнего, к плану нашего сегодняшнего занятия. И именно эту задачу, ввести два числа, вывести сумму, мы будем решать на IG. Если он успеет организоваться к следующему разу. Если он не успеет, значит, подвинем вперед чуть-чуть, да, может. Вот. Давайте вопросы по сегодняшней лекции. Вообще-то я уже, как бы, я уже все, но давайте вопросы. Особенно меня интересуют вопросы по Марсу, чтобы вот не вышло так, что, а я не скачал, там, у меня не получилось. То есть, Марс написан на Java. Скачать его можно с сайта Марса. Где-нибудь. Вот здесь, например. Пишет его некий человек с немецкой фамилией Кен Фольмер из государственного университета Миссури. Тут последняя версия 2014 года, он его пишет до сих пор, последнее обновление на GitHub, там, ну, или в прошлом году, в конце. Вот. Он просто скачивается и запускается по Java, нужно Java. Запустить его можно вот так, если его просто скачали. Запустить его можно вот таким способом, Java, минус jar. И дальше то место, где он лежит. Только я не помню, где он лежит. Наш так не запустится, да, это понятно. Потому что он распилен на кусочки и потом из этих кусочков собирается. Но вот скачанный так запустится. Ну, давайте, кстати, скачаем и запустим. Че? Это Java, а где сам? Вот он. А можно с какого-нибудь другого места скачать? Вот этот. Вот этот. Ага, 4.5. Ну, вот прямо тут. Ну, вот он. Вот. Ну, он просто запускается и работает. Я тут шрифт, видите, немножко подхакал, чтобы побольше было, потому что иначе вообще плохо видно. Вот. И это все, что вам нужно от Mars. Вам должна стать Java какая-нибудь. Ладно. Значит, если вы используете дистрибутивы Alt-Linux, ставьте Mars из пакета. Он там чуть лучше. Хотя, да, он там чуть лучше. Мы там какие-то баги исправляли при его сборке. Вот. Но в остальном он такой же. Чего? А, это он сначала был хуже, потому что его робота собирали. Когда его собирали робота, он был хуже. Точно. Вот. Значит, и вы тоже скачивайте, запускайте. Под Windows точно так же, под Mac точно так же. Нужно только Java, больше ничего. Для того, чтобы написать программу, вы открываете окошечко со словами «Новый файл», вписываете туда, что хотите, нажимаете кнопочку «Скомпилировать», вернее, «Сассемблировать». Да, значит, сначала сохранить, потому что, сначала сохранить, потому что, если вы делаете какие-то изменения сюда, то они до тех пор, пока вы не сохранили, они не изменяются. Вот. Потом нажмете кнопочку «Скомпилировать», потом накопилировать, да потом нажимаете вот на эту кнопочку «Запустить». Вот это пошаговый проход. Фактически это отладчик, самый настоящий. А, уводит, он хочет ввести. Вот он. Это следующий «Сиско». А, я я забыл нажать. Вот. Пошаговый. Вот он вывел. Интересно, почему 59? Ну, не важно. Я думаю, что там чуть не то нажал. Ну вот. Нет, переключать нельзя все-таки. В смысле? Ну, это… А, вот здесь вот числа, вот эти числа. Да, 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 да. Вот эти числа можно сделать. Да, значит, вот эта область кода. Вот эта область данных. Если мы будем работать, когда мы будем работать с памятью, мы будем заглядывать сюда. Да, мы сейчас не работаем с памятью, мы работаем с действием. Вот. Значит, список всех инструкций, псевдоинструкций. Вот он. Это краткая справка по тому, как они устроены. Как устроена по ним справка. Это псевдоинструкция. Вот. Это системные вызовы, если вам интересно. Ну, короче, справка тут очень аккуратная. Вот. Нам пока ничего этого не понадобится. Ну, собственно, все. Системные вызовы? А, да, музыка сейчас не играет, да. Я хвастался, да, там есть системный вызов проиграть звук определенной тональности в определенное время. У меня одна девочка в Севастополе в качестве финального проекта написала, ну, пианинку такую. Засемные. Вопросы? Все, я всех утомил. Значит, тогда всем спасибо. В следующий раз мы говорим про работу с памятью.